всем доброе утро субботнее я проснулась мои еще все снять не хочу с вами почему уже бахарчик сегодня прачи сделала на полотенце с вами хорошо мы сюда как у сестры посидели дошли пешком домой а сегодня у нас по плану сварить суп хотят суп горохов на копченых ребрышках надо молотить суп на копченых ребрышках сегодня мы будем на вечер еще что не придумала мне тоже надо что там надо готовить день готовки и надо конечно не ослезать с листами двери здесь не давить двери ей нужно о снаха объявила сейчас призвали пока болтала уже кофе сварился так сейчас у меня нет закончится еще на один раз у меня уже купила липовый смотрите прозрачный этого года урожай закончится посудомойку и все и все вот помочь и все это и все прилипают эти зернышки я так не люблю очень размешаем и остывает мы с вами будем молоть арабику кстати я взяла с офиса надо достать ножички для кофе сейчас мы все с вами сделаем надо еще продумать и ночью на ужин готовить еще надо доехать дел предостаточно завязываем закалываю прищепкой конечно куда так сегодня у нас золотые патчи золотые патчи сейчас намолю местах не надо заезжать за семечками там есть акция с наклейками карт но две наклейки значит 2 2 наклейки и большая очень скидка сейчас мы идем покажу если она еще есть это акция смотри кто мне полна вот был 1600 а сейчас за 802 наклейки вот такое хочу взять кофе такой кофе хочу взять девчонки холодное кофе делают себе в это вот поэтому суббота насыщенное очень вот эта смола такая сегодня работа не перенад у меня суббота не слышал завтра может быть я уже не узнаю посмотрим как день сложится сделаем еще масочку сварим суббота 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 я просто варим вообще все очень просто подъем сейчас кофе когда кофе в зернах мне нравится я его не мешаю покупать суббота когда мне не нравится надо допить я мешаю а вот этот кот я сейчас мешать не буду на несколько дней готов так ну все так сейчас мы сделаем быстро подъем видите все равно остатки остаются по пусть сходить на раму вот эти полотенчик набор я тоже недавно покупала я вообще люблю только махал в общем до включения так начинаем с вами варить наш обед суп гороховый с копченостями что нам для этого нужно что нам для этого нужно грамм 500 копченых ребрышек 1 очищенная морковка стебель сельдерея и корень петрушки вообще нужен был но если нету корня петрушки то мы используем палочки от зелени горох 300 400 грамм он просто я его заливала он разбух ветчина и лук если не хотите ветчину можно бекон но мы не особо любим бекон и одна картошка просто для вкуса одна картошка что мы делаем мы достаем можно конечно было доставить они кладем наши ребрышки заливаем зальем водой показывает что вода достаем с вами я буду делать поджарку лук ветчину на топленом сливочном масле очень вкусно это очень-очень вкусно так вода у нас занимается почти полная добавляем сразу в наши ребрышки целую морковку сельдерей и палочки петрушки потом мы все равно вы не достаем топленое маслечко и крышку прям чуточку маслечко я беру в огне топленое масло хозяюшка очень хорошие бывает маленькой в большом упаковке я маленький беру ударино а вот будешь но все значит ты с собой забираешь все что нужно все а к вечеру созвонимся тогда козьяненко был козьяненко звонил наш крышечкой закроем так начинаем растапливать маслечко значит мы даем нашим крылышком у меня крылышки нашим ребрышкам минут 15 максимум после закипания минут 15 пусть они покипят на медленном огне потом мы туда добавим горох и картошку все очень элементарно ларится потом я вам скажу что еще какие специи добавляем это смесь специи майоран укроп и базилик вот прям на кончике ножа по чуть-чуть три вида травы укроп сухой базилик сухой и майоран вы не поверите как это добавляет пеканности и всего остального наш так ну что маслячка готова наша маслячка готова отправляем ветчину и лук это так кажется что на тарелке много ветчина сейчас все жарится луку жарится это будет по объему немного на медленный огонечек пока 15 минут будут вариться ребрышки у нас делается поджарочка она сейчас еще и сколько даст жирка даст этот ветчина ветчина у нас в натуральной оболожке волгоградского мясокомбината ночи хорошая все 15 минут после закипания ребрышки и параллельно мы делаем поджарку из ветчины и лука вот прошло 15 минут вот смотрите это все что осталось от поджарки так ее много было видите все жарилось здесь получается вообще грамм 150 осталось вот 15 минут пожарилась поджарочка выключаем пусть пока стоит сейчас мы добавим с вами горох и картошечку горох учит у меня много я думаю что все добавлять я не буду у меня половинчатый горох я половину добавлю он все равно разводится вот так достаточно добавили с вами горох теперь добавляем картошечку для вкуса картошечку засекаем мы сейчас с вами 35 минут ставим на таймере 35 минут чуть-чуть увеличиваем огонь чуточку увеличиваем огонь и через 35 минут мы добавим с вами поджарочку специи посолим поперчим и вынем морковку петрушку и сельдерей очень просто очень все просто и очень вкусно так прошло 35 минут у нас и окончательный момент приготовления нашего супчика что мы сейчас с вами делаем мы должны сейчас с вами вынуть сельдерей морковку петрушку у меня вот такая штучка есть это не получится штучка уже горох разварился вынимаем сельдерей а и и и сельдерешечку кто то блендере то вот эти сваренные овощи Зелень, овощи, морковка две наши. Но я не блендарю, мы не любим. Я это все выброшу. Теперь достаем мы с вами мясо. Теперь достаем с вами мясо. Сейчас оно прям чуток остынет, я его разберу. И добавлю. Что мы добавляем? Мы с вами добавляем подарочку. Я беру всегда силиконовую лопаточку. Она хорошо все остатки собирает. Это сразу нам нужно смочить. И сейчас я заброшу уже в посудомойку. Нужно это смешать. Добавили с вами, значит, поджарочку. Добавили поджарочку. Смесь укроп, майоран и базилик. На кончике ножа добавляем. Солим. Перчим. Солим. Можно еще чуть-чуть. Солим. Добавили соль, перчим. Солим перчи. Даем 10 минут для поджарочки. Чтобы она чуть-чуть подворилась. 10 минуточек. Все хорошо. Хороший очень этот горох. У нас остается... У нас с вами сейчас остается добавить остывшее мясо и добавить зелень петрушки, которая осталась от палочек. Вот я ее нарезала. И в конце, в самом конце мы с вами это добавим. Нет, ну это не суп, это шедевр. Если вы знали, как у нас сейчас пахнет. Бабушка у нас в детстве готовила мамина мама. Всегда такой супчик. На копченых приобрушках. Ведь делать-то нечего, правда? 2 минуты. Потому что по сумме приходилось. 2 минуты. Раз сварили, два сварили, добавили. Сейчас мясо остынет. Мы с вами его добавим. Позеленим. Еще 10 минут и выключаем. После поджарочки. Смотрите. Кайф. Включимся через 10 минут. Прошло у нас 10 минут. Не стала я обрабатывать мясо. Снимать с косточки, мало ли. Может кто-то хочет косточку, правильно? Я люблю вот, например. Сейчас мы вернем мясо. Порезала между собой ребрышки просто. Ворачиваем. Сейчас петрушечку. И все. И присыпаем нашей петрушечкой. Сейчас загрузим посудомолку сразу. И все. Наш обед с вами готов. Сварите обязательно такой супчик. Обязательно. Одна к одной. Горошенко. Картошечка, однако, одна. Петрушечка. Все, ребят. Обед готов. А мы пошли заниматься дальше своими делами. Поедем, не поедем, еще куда. Не знаю. Сейчас будем по ходу пьесы все решать. Потому что нам нужно съездить еще. И на кладбище поворот посмотреть там к папе. Шли дожди. И очень сильно размыло дорогу. Хотим купить либо щебельки, либо какие-то камни. Засыпать поворот, чтобы было удобно проезжать. Либо песком засыпем. Либо чем. Нужно доехать в ленту закупиться. Раз в месяц, что мы покупаем бытовые. И все остальное. Нужно доехать в струю в Леруа. Но как мы все это сейчас скомпонуем, еще неизвестно. Поэтому по ходу пьесы все. Хорошего дня всем. Так, ребята. Никуда мы не поехали. Решили, что мы завтра все вместе с девчонками, с сестрой поедем. Сегодня они сконнектились. Во времени спали. Что мы сейчас сделали с рыбкой? Ой. Обжарили лук, чеснок. Две минуты. Потом добавили петрушку и помидор. И также чуть-чуть притомили. Дальше. Что мы делаем? Вот у меня есть сметанка. Я ее сейчас выложу сюда. Здесь полстаканчика у меня. С силиконовой кисточкой очень удобно. Ничего там не остается. Размешиваем. Все нужно помешать. Все нужно помешать. Потому что Чтобы она, сметанка, ровненько распределилась. Вот такая получилась у нас подушечка. Рыба с омятина свежая. На завтра решила не оставлять. Сейчас вам покажу. Супер простой рецепт. В общем, поняли. Лук, чеснок. Две минутки обжарили. Я добавила капельку своего чесночного масла. Оливково-чесночного. Капелюшку прям. Смотрите, что делаем дальше. Вот у меня такой сок. Стейки небольшие. Прямо на подушку. Вот так. Туда их вминаем. Минимальный огонь. Минимальный огонь. Вот так. У меня маленькие стыечки. Но сон наш. Шикарный. Все. Уложили. Все. Уложили сама. Сверху. Сверху солим, перчим. Овощи я тоже не солила до этого. Солим. Перчим. И я добавляю приправу для рыбы, которая есть. Я же не одной фирмы, которая не покупаю. Разными покупаю, что это мне прилипло. Вот так чуть-чуть. Для вкуса сверху. Щепоточку. Приправы для рыбки. Закрываем все это дело крышкой. И на самом медленном огне, наверное, я с большой, но маленькую комфортку переставлю. На самый медленный огонь. На самый медленный огонь. Под крышечку. Не поверите. 40 минут. И ваша наишекарнейшая рыба, наишекарнейшая нежная готова. Делать нечего в этой рыбе. Нечего. Лук. Чеснок. Помидор. 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 Петрушка. Сверху. Сметанку добавили, размешали. Сверху рыбка. Это стейки, белая рыба, которая есть, белая рыба. Кто-то треску покупает, кто-то самятину, кто-то еще какую-нибудь белую рыбку. Мы взяли сама. Солим, перчим, приправка и под крышку. Супер. Просто супер. Так, ну а я пошла заниматься домашними делами, пока готовится. До завтра. Завтра полно дел.